Мощи Святой Матроны доставлены в Вологду в храм Покрова на Торгу. Уже тысячи вологжан пришли, чтобы помолиться и приложиться к святыне. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Уже давно служители храма Покрова на Торгу не видели такого количества людей у ворот. С самого раннего утра у храма собрались тысячи вологжан. Очередь выстроилась через всю торговую площадь и протянулась до проспекта Победы. Но никто не жалуется. Говорят, Святая Матрона при жизни творила чудеса. И после смерти ее мощи помогают многим людям. Еще в Вологде этого не было. По крайней мере, я не видела. Честно говоря, хотела в интернет зайти и посмотреть. Так что многое не знаю. Очень мало. Скорее всего, сейчас приду и посмотрю. Святая Матрона – одна из наиболее почитаемых русских святых 20-го столетия. Простая неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам. Блаженная Матрона известна как святая и исключительно отзывчивая. К ней люди приходили совершенно разными просьбами. Многие люди стесняются просить Бога о насущных нуждах, потому что считают, что это слишком мелко для него. Не будет он размениваться на вопрос, выходить замуж или нет. Устраиваться на работу, которая вроде бы тебе понравилась или нет, отправляться в путешествие или нет. А к Матроне подходили люди совершенно разными вопросами. Мощи святой прибыли в это воскресенье в Вологду в особом ковчеге, украшенном ларце из Тверской епархии. Известие об этом быстро разошлось по Вологду, где и вологжане потянулись к храму. Кто-то попросить, а кто-то поблагодарить Матрону. В жизни же разные случаи бывают. И случаи были, конечно. Ей большое спасибо. Мне правда помогло. И вот когда я, ну не первый раз же ходив уже здесь, и просто легче становится на сердце. Люди верят, что блаженная Матрона помогает исцелиться от самых разных болезней. Также на поклон часто приходят женщины, которые мечтают стать мамами, но не могут. Кто-то пишет записки, кто-то целует мощи. Главное верить, говорят настоятели. А еще Святой Матроне принято дарить цветы. Нечетное количество, как живой. Также в храме вам могут подарить цветы, освященные на ее мощах. Их можно есть или заваривать в чай для улучшения здоровья. Многочасовое стояние в очереди верующих не пугает. И даже в разгар рабочего дня людей меньше не становится. Мы пришли в 11. В 12 где-то было мы пришли. И вот до сих пор стоим. Думаем, часа два подойдем, часа через два. Верующим с маленькими детьми и беременным разрешается пройти в храм без очереди. Но прикоснуться к святыне в любом случае успеют все, говорят священнослужители. Приход открыт с 8 часов утра до 6 вечера каждый день. Мощи Святой Матроны пробудут в Вологде до 14 апреля. Потом их перевезут в Череповец, Великий Устюг и Устюжну. Полина Салта, Игорь Пантин, Вологда Портал.